В последнее время подписка PlayStation Now резко набирает обороты, становясь эдаким ответом к геймпассу от мелкомягких. Ещё год назад в этой подписке было одно лишь старьё, которое никому и задаром не нужно. Ну а сейчас, каждый месяц библиотека пополняется хитами не столь далёкого прошлого. Вот только недавно мы получили нового Человека-паука, второй Вульфенштейн, четвёртый Just Cause, последнюю Лару Крофт и ещё целую кучу годных игр. Да, конечно, почти все эти проекты тут только на время, а если быть точнее, на срок от 3 до 6 месяцев. Но я не вижу в этом ничего плохого, так как по мне этого времени вполне достаточно, чтобы не торопясь пройти игру на платину и забыть о ней навсегда. Поэтому сегодня я бы хотел закончить свою трилогию роликов про подписку PlayStation Now и рассказать вам о том, какие классные игры вы упускаете, игнорируют эту замечательную подписку из-за боязни потратить 10 минут своего драгоценного времени на её оформление. Игры, в которые вы можете поиграть только с помощью стриминга, это старые хиты с PlayStation 3 и PlayStation 2. Они идут без поддержки русского языка, у них плохая графика, херовое разрешение, устаревший левел дизайн и отвратительнейшее управление. Да и вдобавок ко всему, сам по себе стриминг это далеко не самая отлаженная и хорошо работающая штука. Особенно в нашем регионе, где до сих пор официально не подключили PlayStation Now и не завезли сервера. Однако, несмотря на все вышеперечисленные неудобства, тут можно найти несколько игр, которые заслуживают вашего внимания. Например, первый Red Dead Redemption. Спустя 10 лет он всё так же отлично играется и неплохо выглядит, даже на фоне второй части. Ведь в отличие от неё, он не перегружен ненужными скриптами и лишними контекстными действиями. Это просто приятный вестерн, в котором всё предельно просто, понятно и удобно. Однако, самым главным блюдом тут выступает сюжет, который хорошенько нафарширован харизматичными и запоминающимися персонажами. Именно ради уморительных диалогов и неожиданных сценарных ходов и стоит поиграть в первый RDR. К тому же, первая часть является логическим продолжением второй. И если вам интересно узнать о том, что произошло с Джоном Марстоном после финала двойки, то вам в обязательном порядке нужно заценить первый Red Dead Redemption. Ещё через стриминг можно поиграть в VED. Это достаточно годный, но малоизвестный консольный эксклюзив, о котором у нас мало кто знает. А пик популярности VED в СНГ был в тот момент, когда СтопГейм сняли на него разбор полётов. И это на самом деле печально, так как игра безумно драйвовая и отлично заходит как шутерок на вечерок. У неё есть все атрибуты для отличного времяпрепровождения. Крутые постановочные сцены? Есть. Балдёжная рок-н-ролльная музыка? Есть. Безбашенные перестрелки с элементами акробатики? Есть. Да, местами игра кривовата и слегка однотипна. Но за свою продолжительность 6-7 часов она не успевает надоесть. Лично я её прошёл на одном дыхании, и я получил просто массу положительных эмоций. И даже проблемы, возникшие из-за стриминга, никак не смогли мне подпортить впечатление от VED. Так что настоятельно рекомендую вам заценить эту балдёжную игрушку. А ещё рекомендую заценить серию Ниндзя Гайден. Вот это настоящий балдёж, в котором ты сражаешься то с огромными статуями, то с перекачанными мужиками, то вообще хер пойми с чем. Выполняешь нереально крутые QTE и уничтожаешь армии каких-то японских демонов. В общем тут есть всё, что только можно ожидать от безбашенного зубодробительного слэшера. В своё время я упустил из виду эту безбашенную серию игр. Но благодаря PS Now я смог наверстать упущенное, и неплохо провёл несколько вечеров. Вторую часть Ниндзя Гайден я прошёл полностью через стриминг, без каких-либо особых проблем. Игра работала идеально, и никаких задержек не возникало. А вот с третьей частью у меня уже возникли проблемы с откликом. И даже на самой изичной сложности я не смог её пробежать. Впрочем, не факт, что вы столкнётесь с такой же проблемой, как и я. А потому советую вам попробовать эту делогию. Также через стриминг можно пройти абсолютно всю лдовую серию God of War, включая ответвление для портативных консолей. И если в первую, вторую и третью God of War играл каждый второй уважающий себя консольщик, то вот Chain of Olympus и Ghost of Sparta с Ascension для большинства остались в тени. А они не так уж и плохи. В особенности меня удивила Ghost of Sparta для PSP, которая, несмотря на свою портативность и дерьмовость железа PSP, умудрилась стать чем-то средним между вторым и третьим God of Warом. Ещё из старых игр более-менее хорошо сохранилась серия Infamous, которая включает в себя первую и вторую часть, а также какое-то дополнение про вампиров, в которое я никогда не играл. Несмотря на то, что этим играм уже более десятка лет, тема супергероики до сих пор не была раскрыта в полной мере, и хороших игр про супергероев катастрофически мало. Так что всем неравнодушным к этой теме я рекомендую заценить старые Infamous'ы. Да в принципе на этом можно и закончить со стриминговыми играми. Все остальные старые игры из библиотеки PlayStation Now либо имеют ремастеры и ремейки с значительно улучшенной графикой, либо совсем уж устарели, и играть в них сейчас это сплошное мучение. К примеру, старые игры серии МГС уже вообще никак не смотрятся в современном мире. Устаревший геймдизайн, отвратная камера с маленьким углом обзора и мега неудобное управление делают старые МГСы просто неиграбельными в глазах современного геймера. Или вот, к примеру, я недавно попробовал поиграть в Вайка, которую многие называют чуть ли не лучшей видеоигрой в истории. И я просто обалдел от того, насколько в этой игре кривое и дерьмовое управление, которое, ко всему прочему, еще и безумно неотзывчивое. Да, когда-то, давным-давно, все эти игры были технологическими прорывами, от которых у игроков улопалась голова, но сейчас это просто неиграбельная херня, которой не помешал бы ремастер или хороший ремейк, в котором игру поставят на новый, современный движок. Жаль только, что этим никто не хочет заниматься, и мы вряд ли когда-либо увидим нормальные ремейки хотя бы тех же старых МГСов, потому что серия мертва, Konami ушла делать починка автоматы, а Кодзима придумал себе новую вселенную. Поэтому давайте перестанем ворошить покойников и перейдем к более современным и привычным играм. Годных современных игр, которые вы можете скачать себе на консоль через сервис PlayStation Now, просто великое множество. И если я сейчас начну их все перечислять в порядку, то это видео никогда не закончится. Поэтому я просто расскажу вам о самых лучших проектах из этой библиотеки. А начать бы я хотел с достаточно годной дилогии Evil Within, чьим создателем является небезызвестный Синзи Миками, создатель Resident Evil. И хоть эта серия игр не столь популярна, как Resident, лично мне она нравится гораздо больше, чем то, во что сейчас превратился обитель зла. Тут все как я люблю, прям по классике. Вид от третьего лица, неповоротливый главный герой, жирные огромные боссы, а все это залито абсолютно поехавшим сюжетом, в лоре которого невозможно разобраться без бутылки водки. И если вы не играли, то обязательно зацените. Обе части есть PlayStation Now. Вторая, конечно, скорее всего, уедет из этой подписки через полгодика, но вот первая останется тут навсегда. Еще одна годная игра из этой библиотеки – это Until Dawn, эксклюзивное кинцо от Sony, которое можно без проблем пройти за пару вечеров. Заявленной реиграбельности тут, конечно же, нет, а все выборы все равно ведут к одному и тому же событию. Но как одноразовое кинцо, Until Dawn заходит просто на ура. И если бы я делал топ интерактивных фильмов, то эту игру я бы поместил прямиком на второе место, сразу за Детройтом. Также стоит обратить ваш взор на один из самых первых эксклюзивов четвертой PlayStation – Killzone Shadow Fall. В свое время он не особо зашел аудитории, которая уже устала от всех этих примитивных шутеров. Но сейчас, лично мне, он зашел на ура. Особенно меня порадовало то, как тут постарались задействовать по максимуму все функции четвертого дуал-шока. В основном это касается сенсорной панели, на которую тут запихнули все механики, связанные с дроном-компаньоном. И это не то, чтобы что-то восхитительное или невероятное, сколько было просто приятно поиграться с сенсорной панелькой дуал-шока, которую современные разработчики всячески игнорят, запихивая на нее разве что абсолютно невостребованные и лишние механики, как примеры на смешке в Бладборне. Что же касается самой игры, то она неплоха. Далеко не самый худший шутер, с далеко не самой худшей графикой. В принципе, с первого взгляда даже не скажут, что этой игре уже 7 лет. Еще парочка хороших шутеров – это серия Metro Redux, состоящая из двух обновленных частей Metro – Metro 2033 и Metro Last Light. Увы, но обновили их только графически, не завезя никакого нового контента. Так что если вы уже играли в них, то особого смысла возвращаться в эти игры нет. Ну а если еще не играли, то бегом качать эти шедевры украинского игропрома. Также в библиотеке PlayStation Now есть неплохая эксклюзивная японская серия Gravity Rush, в которой игрокам предстоит управлять героиней, что может использовать силу гравитации для сражений и перемещения. Несмотря на достаточно простой визуальный стиль и примитивную боевую систему, эти игры на редкость хороши и залипательны. Вдобавок, это по-моему единственные видеоигры, в которых хорошенько так поиграли с гравитацией и сделали простое перемещение по игровому миру безумно интересным и динамичным. А так как аналогов нет, советую заценить, даже если вы не любитель японщины. Все равно вы оформите эту подписку бесплатно, и даже если вам такое не зайдет, вы ничего не потеряете. А вот что вы точно потеряете, не оформив подписку PlayStation Now, так это целую кучу временных крутых игр, таких как Человек-паук, Horizon Zero Dawn или последняя Лара Крофт. Особого смысла говорить о них в этом ролике я, если честно, не вижу, так как рано или поздно все эти проекты покинут подписку PlayStation Now, и видос очень быстро потеряет свою актуальность. Поэтому я по большей части сконцентрировался на тех играх, которые не планируют уезжать из данной подписки. А что же касается временных игр, то зачастую они все стоят вашего внимания, так как в большинстве своем временные проекты это максимально свежие игры, которым от силы год или два. Каждый месяц библиотеку полняют новыми играми, и каждый месяц из нее исчезают какие-то проекты. В принципе, PlayStation Now это достаточно динамическая подписка, и чтобы иметь полное представление об ее библиотеке, вам необходимо постоянно следить за ее новостями, так как в любой момент туда могут закинуть интересную вам игру, на срок от 3 до 6 месяцев. Либо же наоборот, интересующая вас игра может покинуть данную подписку в самый неподходящий момент. Кстати, раз такое дело пошло, напишите какую бы игру или серию игр вы хотели бы видеть в подписке PlayStation Now. Я вот бы не отказался от Demon's Souls, и поиграл бы в него даже через стриминг. Странно, что до сих пор не добавили ее в библиотеку, ведь на мой взгляд, это прям идеальная игра для такого сервиса. Ну а на этом у меня все. Я пошел доигрывать якутсы. Субтитры сделал DimaTorzok